МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Абаза-ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не упустить перспективы турсезона. Президент Абхазии Аслан Джани встретился с российскими чиновниками в сфере туризма. Чтобы курортный сезон прошел успешно. Координационный штаб за продление антиковидных мер. Дефицит электричества и доверия. Реальные причины веерных отключений вовсе не поломки, считают многие граждане республики. Президент Абхазии Аслан Джани встретился с председателем Общественного совета Федерального агентства по туризму Дмитрием Давыденко и председателем правления Всероссийского объединения туристов Романом Боболевым. Обсуждались перспективы туристического сезона 2021 года, вопросы страхования российских граждан, а также предстоящий туристический форум, который пройдет в Абхазии в мае текущего года. Подробности у Марианны Котовой. Приветствую гостей, президент подчеркнул, что туризм является ключевой отраслью экономики Абхазии. Поэтому республика намерена ее развивать. Туризм – это ключевая отрасль экономики. У нас в этой отрасли происходят разные процессы. В чем-то мы достигли каких-то результатов, очень много проблем. Мы намерены эту отрасль развивать. И в этом плане готовы любые инициативы, связанные с развитием отрасли, с взаимодействием в этой отрасли, с расширением интенсивности обмена туристического, обсуждать и действовать в этом ключе. Дмитрий Давыденко приезжает в Абхазию уже третий раз за три последних месяца. Цель нынешнего визита – обсудить предстоящий сезон отдыха. Все его возможности и риски, а также подготовиться к майскому туристическому форуму. Абхазия традиционно является любимым местом отдыха многих российских туристов. И они хотят сюда приезжать и получать от отдыха удовольствие. И уезжать с хорошим настроением. И вот мы, и Министерство туризма Абхазии, и мы, как представители российских туристов, должны делать максимально, что от нас зависит для достижения этой цели. Министр туризма Абхазии Теймур Асхишба заявил, что Абхазия намерена в полной мере воспользоваться помощью российских коллег, чтобы не упустить перспективы, которые открывает предстоящий туристический сезон. Планируется проведение туристического форума в мае месяце. Вот совместно с общественным советом Федерального агентства по туризму и Министерства туризма Республики Абхазия, я думаю, на высоком уровне сможет провести этот форум. Также сегодня на встрече с президентом обсуждались вопросы страхования российских граждан. Вот и как и мы, так и наши друзья, специалисты, считаем, что у нас большие перспективы. Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Боболев подчеркивает, что несмотря на любовь российских туристов к Абхазии, существующий уровень сервиса в республике удовлетворяет уже не всех. И что необходимо подтягивать обслуживание до современного уровня. Задача любой страны, которая позиционирует себя на прием иностранных туристов, это все-таки работать с качеством туристов. То есть никто не хочет принимать туристов, которые не оставляют денежные средства, ничем не интересуются. То есть речь идет о повышении качества, наверное, российских туристов. И такая задача должна стоять и, на мой взгляд, она стоит. Мы видим, что турист меняется, меняются приоритеты, меняются настроения. Этому можно только радоваться. В ходе встречи обсуждались и другие вопросы Абхазо-российского сотрудничества. Мария Накотова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ. Итоги прошедшего раунда женевских дискуссий, а также повестку предстоящего раунда, обсудили 9 апреля вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба и специальный представитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа Тойву Клаар. Во встрече принял участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кови. Бадра Гунба отметил, что для абхазской стороны самым главным вопросом остается необходимость подписания мирного соглашения, что может служить гарантией невозобновления военных действий. Согласно сообщению оперативного штаба, за 9 апреля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 203 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 13 669 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 163 человека. Координационный штаб за продление антиковидных мер. В Абхазии снова наблюдается рост заболевания коронавирусом. В связи с этим и в рамках подготовки к вакцинации главный санитарный врач Людмила Скорик предлагает продлить и даже ужесточить ограничения. О чем еще говорили на заседании координационного штаба и когда начнется вакцинация, расскажет Надежда Боровикова. В ходе очередного заседания координационного штаба по защите населения от коронавируса министр здравоохранения привел общую статистику. За все время пандемии в Абхазии зарегистрировано 13 666 инфицированных, что составляет 5,7% всего населения республики. Из них выздоровели 13 149 человек, скончались 217. На сегодняшний день в стационарах лечится 91 человек, на самоизоляции 215. Хочу подчеркнуть, что вот за последние практически 12 дней мы отмечаем, может быть, нерезкий и незначительный, но тем не менее рост числа инфицированных. За последние сутки у нас 43 вновь инфицированных, выявленных в республиканской бак-лаборатории. Томас Цахнаки рассказал, что республиканская лаборатория обеспечена и может делать до 1000 ПЦР-тестов в сутки. К ней в скором времени добавятся мощности очамчирской лаборатории. В ней уже завершен ремонт, решаются вопросы комплектации и штата. Вместе с тем, нагрузка на ковидные медучреждения выросла, в том числе в связи с завершением работы российского мобильного госпиталя. По статистике мы видим, что с каждым днём количество больных с тяжёлым течением, средней степени тяжести поступающих увеличивается в стационары. На сегодняшний день, вот, например, в Сухумской инфекционной больнице у нас даже нет свободных мест. Министр здравоохранения подчеркнул, что все меры, необходимые для сдерживания распространения коронавируса, прописаны в последнем распоряжении президента. Проблема в том, что их не соблюдают. Вот это основная причина несоблюдения мер ограничительного характера. Ношение масок практически прекратилось. Здесь проводятся массовые различные мероприятия, скопление людей, значительные контакты между ними. И вот таким образом происходит распространение этой вирусной инфекции. Министр просвещения Инал Габли отметил, что рост количества заболевших наблюдается и в образовательных учреждениях Абхазии. В связи с чем министр напомнил, что все требования по масочному режиму, дезинфекции помещений и отмене массовых мероприятий обязательны к исполнению. В целом заболевших педагогов сейчас у нас 17 человек. Заболевших учащихся 49. По Вомборской школе, как вы отметили, у нас ситуация сложилась не самая лучшая. Поэтому мы пришли к выводу, что ее надо закрыть на карантин частично. С 5 по 11 класс Вомборская средняя школа была закрыта на двухнедельный карантин. Ввиду того, что заболело трое педагогов и пять человек в классах. Есть похожий случай распространения коронавирусной инфекции в Ачимчирской школе, интернат. Там тоже мы ввели карантин, ввиду того, что заболело 5 педагогов и 5 учащихся. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отметила, что ситуация по распространению заболеваемости, даже с учетом роста с 31 марта, находится пока что в регулируемой зоне. А Минздрав проводит подготовку к вакцинации. Министерством здравоохранения в данный период времени ведется подготовка к проведению вакцинации групп риска и желающих получить иммунную защиту в Республике Абхазия. Комплектуются медицинские бригады, оснащаются противошоковыми укладками, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты. Для выезда в отдаленные районы Республики Абхазия закреплен транспорт и зарезервирован ГСМ. Чтобы в полном объеме провести вакцинацию, необходимо сдержать, а еще лучше снизить распространение коронавируса в Республике. Для этого необходимо продлить и ужесточить ограничительные меры, считает Людмила Скорик. Запретить проведение любых массовых мероприятий с участием более 50 человек. Проведение спортивных мероприятий в спортзалах точно так же более 50 человек участников и обязательно запретить приглашение гостей и зрителей, если это проводится в закрытых помещениях. Проведение культурно-массовых выступлений в зале более 50 человек и не более 45 минут нахождения без естественного проветривания. Людмила Скорик озвучила также ряд рекомендаций по ограничениям на 11 апреля, когда в Республике пройдут выборы в органы местного самоуправления. При проведении избирательных мероприятий предусмотреть все основные меры профилактики, наличие лицевых масок на организаторах избирательных участков, наличие антисептиков для обработки рук, выдерживание социального расстояния в один метр, не допускать скоплений ни в помещении, ни на избирательных участках, ни на улице. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что все выборы у нас связаны с тем, что люди друг друга не видели, начинают собираться в одном месте. Опять у нас повышенный риск скопления и контактов. На главный вопрос о том, когда и в каком количестве в Абхазию поступит российская вакцина «Спутник Ви», ответил замглавы администрации президента Джан Сухнанба. Идет активная работа с нашими российскими коллегами, рассматриваются различные варианты поставки российской вакцины. На текущий момент ждем окончательного решения от российской стороны о сроках поставки и об объемах. На данном этапе необходимо отметить, что в самой Российской Федерации процедура вакцинации активно продолжается. И объемы производимой вакцины, объемов недостаточно для Российской Федерации самой. Поэтому этот процесс делится на этапы. На первом этапе мы планируем в срочном порядке получить партию, которую нам определят российские коллеги. Ну а в дальнейшем, когда объемы производства вакцин выйдут на более высокий уровень, мы по заверению наших коллег в России сможем получать уже более большие партии. Более подробную информацию о сроках и порядке вакцинации чиновники обещают предоставить на следующей неделе. А пока главный санитарный врач рекомендует находиться в зонах отдыха, заниматься спортом на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни. Так, в преддверии курортного сезона Абхазия сможет успешно провести вакцинацию, чтобы принимать туристов без каких-либо ограничений. Вопрос координации деятельности в сфере воздушного транспорта и инфраструктуры обсудили в Министерстве экономики в ходе рабочего совещания вице-премьер министр экономики с директором международного аэропорта Сухум имени Ардзенба Вячеславом Эшба и специалистами в сфере воздушного транспорта. В частности, вопрос актуализации нормативно-правовой базы. Кристина Асган поставила перед специалистами две задачи. Определить текущее состояние правовой документации, регулирующей эксплуатацию малого воздушного транспорта в курортный сезон и более масштабную задачу – разработку нормативных актов в сфере гражданской авиации. В это воскресенье, 11 апреля, в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки по всей республике откроются ровно в 8 утра, а закроются в 20 часов вечера. Избирательные комиссии обращаются к гражданам с просьбой проявить активность и сделать свой осознанный выбор. Кроме того, не забывать о соблюдении необходимых противоэпидемических мер в ходе голосования. Напомним, местные выборы должны были пройти еще в апреле 2020-го. Из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, но назначенные на 1 сентября 2020 года выборы отменили из-за коронавируса, а полномочия органов местного самоуправления продлили до 11 апреля. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное организации выборного процесса в органы местного самоуправления на избирательных участках Сухума обеспечению санитарной безопасности на избирательных участках. Войнослужащие командно-разведывательного центра и комендантской роты Генштаба Минобороны выполнили ряд задач по организации ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений и учебных стрельб из всех видов штатного вооружения, сообщает сайт Минобороны. Стрельбы были проведены в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в ходе которых были отработаны огневые тренировки. Такого рода мероприятия проходят в дневное и в ночное время в рамках интенсивной боевой подготовки. Команда Министерства обороны Республики Абхазия готовится к международному этапу конкурса «Паски альпинизму. Саянский марш» в центре военно-спортивной подготовки «Эргаки», который начнется 14 апреля в Красноярском крае. 7 апреля после прохождения карантина и занятий по требованию безопасности команда Министерства обороны Абхазии приступила к учебно-тренировочным сборам. Состязания пройдут в рамках армейских международных игр 2021. В конкурсе примут участие команды Минобороны Абхазии, Российской Федерации, Южной Осетии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китайской Народной Республики, а также женская сборная вооруженных сил России. В рамках соревнований участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач. Дефицит электричества и доверия. Реальные причины веерных отключений вовсе не поломки, считают многие граждане республики, высказывающие тем самым недоверие РУП Черноморэнерго. Веерные отключения на территории страны были введены 6 апреля из-за аварии на высоковольтных линиях Гичрыбш и Кавкасионе. После устранения поломки отключения света по стране не прекратились, что вызвало массу недовольства в адрес Черноморэнерго. В ситуации попыталась разобраться Виола Барганджи. Авария на высоковольтных линиях Гичрыбш и Кавкасионе произошла 6 апреля, в результате чего в энергосистеме Абказии образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. Такую информацию дали на официальной странице Черноморэнерго и сразу же руководство компании приняло решение ввести ограничения на подачу электроэнергии по всей республике. Отключение на час через каждые три часа. Несмотря на то, что для жителей страны такая практика уже дело привычное, многие крайне резко высказывают свое возмущение в социальных сетях. Кто-то пишет, что руководство энергетическим хозяйством, цитата, в очередной раз врет. Кто-то, что причина в огромных количествах майнинг-ферм на территории страны, и именно они приводят страну к дефициту электроэнергии. В то время как на просторах интернета активно обсуждалась тема крайней нехватки электроэнергии в республике, Черноморэнерго сообщила о ликвидации двух аварий на линиях Ячрибши и Кавкасионе. Но при этом, как нам пояснили, снимать действующие ограничения пока возможным не представляется. Ведь, как сообщает Черноморэнерго, 8 апреля российская сторона вела лимит, поступающий в Абхазию электроэнергии в 7 миллионов киловатт в сутки, в то время как бесперебойное обеспечение республики требует 9,6 миллионов киловатт за этот же промежуток. 7 апреля в 22.00 линия Ячрибш была введена в эксплуатацию и по ней было подано напряжение. В тот же день на линии Кавкасионе также была ликвидирована авария. Но линия до сих пор находится в резерве. 8 апреля российской стороной был определен лимит, поступающий в Абхазскую энергосистему электроэнергии в 7 миллионов киловатт-часов, при том, что для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо 9,6 миллионов киловатт-часов. В связи с тем, что суточный дефицит электроэнергии составил свыше 2 миллионов киловатт-часов, мы вынуждены сохранить ограничение потребления по существующей аварийной схеме на 1 час каждые 3 часа. Информация, поданная в новом формате, вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Лимит в 7 миллионов киловатт был введен российской стороной только 8 апреля, или же был всегда, но республика ранее не выходила за его рамки. И если так, то с чем связан резкий скачок потребления? Самое главное, сколько будут продолжаться веерные отключения? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились в пресс-службу Черномор-энерго. Нам ответили, что готовы сотрудничать, но не сегодня. При этом, накануне, руководитель госкомпании Михаил Логу активно отвечал недовольным гражданам в соцсетях. Так, например, он рекомендовал пользователям не падать духом, не искать виноватых, а жить по возможностям. И сохранять отечественную энергетику, чтобы не приходилось попрошайничать. Женщине, которая оставила комментарии «не верю», Михаил Логуа пообещал, цитата, «проверишь». Комментарии вскоре были удалены, но сохранить переписку главы Черномор-энерго жителями республики удалось абхазским телеграм-каналам. И пока дискуссии на просторах интернета продолжаются, вопрос о снятии ограничений остается открытым. И непонятно, почему экономия электричества по-прежнему происходит за счет верных отключений, а не за счет более активных отключений незаконных в стране криптоферм. Виола Барганджи, Абазатова. 9 апреля Топорчал отмечает день рождения. В связи с 70-летием города-героя президент Аслан Жаня поздравил топорчалцев. В тексте поздравления, в частности, отмечается. Если даже Топорчал по возрасту и младше, чем другие города, у него большая история, прославляющая наше государство. Город, возведенный в первой половине 20-го столетия в красивой горной местности, стал местом создания промышленности в Абхазии. Героизм, который проявили жители Топорчала во время Отечественной войны народа Абхазии, занимает особое место в истории нашего государства. Несмотря на блокаду и все тяготы войны, город стал спасением от агрессора для тысяч женщин, детей и стариков. Одной из целей руководства страны является восстановление шаг за шагом экономического потенциала Топорчала и улучшение уровня жизни его жителей. Переживший подъем и падение 79 лет назад, 9 апреля 1942 года, Топорчал получил статус города. Именинник поражает своей красотой, природой и особой атмосферой. Город-герой увидел многое. О том, каким был главный промышленный центр Абхазии в довоенное время, расскажет Анастасия Никонова. 9 апреля 1942 года главный индустриальный центр Абхазии Топорчал получил статус города. В процветающий горный край, где начали добывать уголь задолго до этого события, стали стекаться лучшие рабочие кадры как из советских республик, так и за рубежа. Это город союзного значения. В 1942 году он как город, по становлению Верховного Совета СССР, он заимел статус города. В Кварчале наравне с шахтой и с энергетикой развивались и другие отрасли. В частности, мы выпускали достаточно качественные стеновые блоки, мелкоштучные стеновые блоки на основе, сперва, отвалов наших угольных использовался. Сам Давид Пилия после окончания школы пошел работать на предприятия по обогащению угля. Рабочих мест и перспектив у молодежи Топорчала было достаточно, отмечает наш собеседник. Я был депутатом Верховного Совета парламента Абхазии, но теперь вот мы живем здесь с Сухуми, занимаемся делами. Но наш город всегда имел мощнейший потенциал. Когда баланс угольной промышленности начал падать в Кварчале, значит, союзным правительством было принято решение построить новые предприятия для того, чтобы поддержать работоспособное население. И было построено два оборонных предприятия, два почтовых ящика, а одна она была средства связи, этот завод Заря, достаточно крупное предприятие. И вторая, это завод Арганав, это электронная промышленность с военной приемки. Начало Отечественной войны народа Абхазии заморозило жизнь главного индустриального города республики. Топорчал одним из первых принял на себя удар грузинских оккупантов. Город, впоследствии получивший статус героя, пережил 413 дней блокады. Очень непростая была ситуация, город был заполнен беженцами, население увеличилось почти вдвое. И при всем том, при всем том, значит, город функционировал, даже в самое тяжелое время на объекты жизнеобеспечения подавался свет благодаря нашим специалистам. А на трансформаторном масле, которое находилось в Грессе, на этом трансформаторном масле фактически ездила вся наша броневая техника. В том числе и грузовые автомобили, которые работали на дизеле в свое время. Как сказал один мой товарищ, если бы я знал, что можно на трансформаторном масле ездить, чтобы ездили машины, я бы защитил докторскую диссертацию в свое время. Но оказывается, машины могут ездить и на таком масле. Специалисты, в том числе и промышленной отрасли, ушли на фронт. Шахтеры, электрики, минеры, взяв в руки оружие, встали на защиту Родины, вспоминает Илья Гомессония. Человеческий ресурс, это очень важно. Специалисты всех уровней, которые были в Ткварчеле, невзирая на национальность, все внесли свой огромный вклад в оборону города, в оборону всего Восточного фронта. Бойцы из города Ткварчал воевали по всему Восточному фронту. Говоря уже о том, что был создан отдельный Ткварчельский батальон, входящий в состав Ткварчельского полка. Ткварчельский полк охватывал линию обороны, начиная с села Меркулы и заканчивая горными перевалами. Это порядка 50 километров. Мы держали эту линию обороны, потому что проблемы можно было ожидать со всех сторон, в том числе и со стороны гор. Город выстоял, город выстоял. И, наверное, это случилось не просто так. Я же еще раз говорю, этот героический его имидж, он был заложен, наверное, со времен его создания. Ткварчал, как и большинство городов Абхазии, сильно пострадало действие грузинских войск. Промышленность остановилась, дома и культурные объекты были разрушены, людям негде стало работать. Ткварчальцы в поисках заработка вынуждены уезжать из родного города. Очень много людей выехало из Ткварчал. Если население в 70-х годах было 31,5 тысячи человек, то сейчас там и 2,2-4 тысячи человек. Вы представьте себе, почти в 7-7,5 раза уменьшилось население города. Это, конечно, сказалось на всем буквально. Конечно, а я буду надеяться на то, что она все-таки будет возрождаться, потому что тот задел, который за 79 лет был сделан, каким-то образом надо сохранить. И попробуют реанимировать этот город. Реанимировать Ткварчал сегодня пытаются и турфирмы. Восточное направление востребовано многочисленными гостями страны. Туристы все чаще выбирают объектом посещения тихий и самобытный город, что неудивительно. Расположенный в горах он припрятал немало красот. Это живописные леса, водопады, реки. Разрушенный войной, но сохранивший свою архитектуру город, несет особую атмосферу. Я родился в этом городе. Мои родители заканчивали школу в этом городе в свое время, еще в 30-е годы. Там существовала такая школа-интернат в Акармаре. И для меня это очень дорогой город во всех отношениях. И все ткварчальцы для меня это очень дорогие люди. Я хотел бы пожелать действительно возрождения городу, стойкости и здоровья всем ткварчальцам. И дай бог, чтобы случилось такое время, когда мы сможем туда вернуться, каждый обрести работу, каждый обрести свое место в жизни. Потому что без работы, естественно, не будет никакого продвижения, никакого роста. Ткварчал живет своей жизнью. Строятся школы, детские сады и туристические объекты. Да и сами ткварчальцы стараются возродить родной город, который в 2022 году отметит свое 80-летие. Анастасия Никонова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ. 9 апреля в Абхазском институте гуманитарных исследований завершилась 65-я итоговая сессия, посвященная столетию со дня рождения известного этнографа Лели Акаба. Репортаж по итогам научного форума смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амш Ахтас». В ближайшее время на могиле Мусы Шанибова в городе Нальчик будет установлен памятник, изготовленный на народные средства, собранные в Абхазии. Инициатор сбора, председатель партии Айтера Леонид Лакербая рассказал Абстнепресс о том, как проходил сбор народных средств на обустройство могилы героя Абхазии, выдающегося сына Кавказа, первого президента Конфедерации народов Кавказа Мусы Шанибова. При этом он отметил, что президент Абхазии Асланбжания передал от себя семье Шанибова 200 тысяч рублей. Мы смогли собрать необходимую сумму, речь шла о 610 тысячах рублей, которые мы передали семье Шанибова 4 января. Сумма определена той сметой, которая была отработана в Нальчике. Сегодня работы идут, уже установлен постамент, на днях будет установлен памятник. Напомню, что 20 апреля годовщина со дня смерти Мусы Магомедовича, рассказал Лакербая. Герои очередного выпуска проекта Ам Таялнахыз на Абаза ТВ народный артист Абхазии, кавалер ордена Ахзапша второй степени Шалва Гицба. Ам Таялнахыз на Ахзапша второй степени Шалва Гицба. Абриды Роза, сухо бачер, ачар, атиатр, сухо нэ ихо бриюзе слушанды сазгу янэ, гуеопокумзе. Ус башал Амтазгап айнээз, гуе башал. Шалва и хучтукта га агардаш хаацит. Уизып зру усган би Амтазы, ақазара алартырыза спектакал пкілара ку рымыны, а кыта куя школ куяртауан. Продолжение следует... Продолжение следует... В котором встретятся два непримиримых соперника – футбольные клубы «Нарт» и «Гагра». Прямую трансляцию матча вы можете в субботу видеть на нашем канале. Продолжение следует... Не пропустите 10 апреля в 15.00 на канале Абаза ТВ прямая трансляция матча за Суперкубок Абхазии. Абхазская спортсменка Шарена Гуния заняла второе место в открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Апрельские звездочки» по разряду «Юный фигурист», сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Соревнования прошли 8 апреля в городе Реутово Московской области. В данной категории соревновались 11 фигуристок из Москвы и Московской области. Шарена представляла Академию олимпийского катания «Олимпийский лед» города Сочи. Юная спортсменка оказалась на почетном втором месте с разницей всего 0,26 балла. Шарене Гуния 7 лет фигурным катанием. Занимается уже второй год под руководством тренера Ольги Найденовой. Сейчас о погоде. Выходные дни 10 и 11 апреля в Абхазии. Облачная погода с прояснениями из-за перепадов атмосферного давления временами дождь, местами туман, возможно гроза. Температура воздуха ночью 10, днем до 14 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте Абаза.ТВ. До встречи в эфире. Удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова